Общие правила работы с тенем, с теневым рисунком. Соберемся. У нас карандашники не вводят. Первое правило. Забудьте навсегда, что чем больше намазал, тем интереснее получилось. Вот посмотрите. Вот в этих работах. Вообще вся поверхность покрыта карандашом или нет? Да большая часть вообще свободна. Тени накладываются только там, где они действительно нужны. Желание взять и все запачкать никакого отношения к рисунку не имеют. Так что сдерживайте себя, народ. Правило следующее. Во-первых, вот когда я принял у вас контур, начинать накладку тени надо с самого темного участка. Не с первого попавшегося вам на глаза, а вот внимательно посмотреть и решить, какой участок натура у вас самый темный. И тень накладывайте именно с него. При этом надо ли нажимать на карандаш изо всей силы? Нет. Нет, не надо. Иначе вы не сможете усилить лень. Если так, все равно корректно, потихонечку. Усилить тень потом ничего не стоит. А вот ослабить ее нельзя. При этом при накладке тени срабатывают два правила. Первое вы на заливочном рисунке уже поняли. На точке, где тень подходит к контурной линии. Что недопустимо. Недопустимо более светлые, менее проработанные участки. Потому что это сразу разрушает ощущение объема. Вот посмотрите на эти условия. Где-нибудь. Есть ли случай, когда тень отделена от контурной линии, более светлой случайно возникнет? Вот. Смотрим. Оптические. Вот в этом месте, вот в этом месте. Как это сразу воспринимается? Как ребро. Вот если вы где-то оставили такую светлую полоску, так вы получили оптическое ребро. Это первое. Второе. Сила теня, вот в том месте, где она подходит к контурной, должна быть такой же яркости, как сама контурная. И потом медленно и постепенно уменьшаться. Так? Из этого правила бывают исключения, но достаточно редко. Вот пока ориентируемся на таким образом построенную. Но как вы видите, от заливки чем отличается? При заливке мы все-таки большой площади обрабатывали примерно одинаковой силой штриховки. Так? А при настоящем теневом рисунке. Ну, посмотрите. Есть ли где-нибудь здесь большие пятна, имеющие действительно в реальности совершенно одинаковую полкнути? Нет. Это называется гардиент тени. Постепенное изменение. И вот так, от темного участка к более светлому. Прежде чем, есть еще одно правило, так сказать, правило техники безопасности. Если у вас есть выбор, вот, если у вас несколько разных темных участков, да, то будете начинать вот с этого участка или вот с этого? Вот для вас. Нет. Ни в коем случае с нижним. Смотрите. Вы вот здесь проработали, да? А потом шли сюда. Когда вы здесь работаете, что делает ваша рука с уже нарисованным? Размазываем. Она все это размазывает. На сверху. Так что, если есть такая возможность, лучше начинать с верхнего левого угла. Но опять, если есть такая. Если сильный тень в другом месте, конечно, сильный тень. Понятно? Ну и, как всегда, все уточнения и вопросы уже по поводу дела. Вы будете работать то, что по началу не у всех все сразу получится. С вашей точки зрения, это нормально? Да. Абсолютно нормально. Абсолютно нормально. Но то, что в конечном итоге получится. Вот теперь у вас уверенность есть? Да. Ну и отлично. Все. На самом деле, вот это, допустим, уже уровень, или вот это. Совершенно профессиональный уровень, как вы отметили. Вот причем по поводу сборачивающихся в теме. Именно в первой сумке.